Так что, леди джентльмены, у нас в дружеском кругу вот есть такая шутка, а теперь перейдем на язык оккупанта, ну то есть на русский язык. Ну, понимаете, вот Индия, скажем, у неё воспоминания об английском владычестве далеко не самые радостные, но там всё-таки люди говорят по-английски, и думаю, что и вильнюсские люди, вильнюсские жители, наверное, всегда будут худо-бедно знать три языка – литовский, русский и польский. И это так и должно быть, по-моему. Это город многонациональный, многокультурный, так оно было всегда, так оно, видимо, и останется. Теперь по поводу небезоблачных отношений с Россией. Конечно, они далеко небезоблачные. Госпожа Ирина Кравцова тут сказала, что, так сказать, мериное пространство России, ну, в общем, оно сейчас выглядит чудовищно. Оно выглядит чудовищно. И это, к сожалению, довольно массовое явление, так как-то пошло в массы. Это может измениться, большая надежда на то, что это изменится, но пока не меняется, пока вот не меняется, пока вот приходится оппозиционерам в России, в общем, биться головой об стену. Ну, об этом мы будем говорить в 6 часов, причём по-литовски. Вот. Так что я вот особенно углубляться не буду. Но когда отношения небезоблачные, особенно важно как-то представлять в стране тебе, которая сейчас является твоим историческим оппонентом. Ну, кстати, Россия почти всегда являлась историческим оппонентом Литвы. В этой стране представлять литовскую точку зрения. Причём я, у меня, конечно, литовская точка зрения тоже не самая типичная. Я не люблю национализм. Любой национализм. Не люблю русский, не люблю немецкий, не люблю французский, но не люблю... Так же и литовский. Не люблю израильский национализм, если угодно, польский. Но литовский не люблю, пожалуй, больше всего по очень простой причине. Это свои. Это своя семья. В семье чувства всегда более напряжены. И вот так оно и получается. В этой книге есть такая даже статья о взаимоотношениях между национализмом и демократией. Так, кажется, называется. Вот там я излагаю свою точку зрения. Либеральный национализм, националист, который признаёт либеральные ценности, и который признаёт, что они, что, так сказать, есть вечные ценности, которые всё-таки выше, чем нация. Вы понимаете, дело в том, что нация – это явление временное. Нравится нам это или нет, но 3000 лет назад ни литовской, ни русской, кстати, нации не было. И через 3000 лет, вероятно, тоже этих наций не будет, а будет нечто другое. Вероятно. А есть такие явления, как правда, как свобода, как если мы люди верующие, то Господь Бог, которые есть и будут всегда. Вот я голосую за эти вечные, так сказать, явления. Они, то есть считаю, что они, если надо выбирать между вечными и временными, то я уж лучше выберу вечные. Большинство выбирает, к сожалению, временное. Ну, тут могут быть разные споры. Я публицистом быть никогда не хотел. И как-то я в это вкровился в свои диссидентские годы, ещё в Литве. Тогда по просьбе своих друзей, евреев, я написал статью «Литовцы и евреи», которая входит, кажется, и в эту книгу, которая много раз издавалась и по-литовски, и на других языках, и в Израиле, и в других странах. И с этого началась моя, так сказать, карьера публициста. Причём то, что я сказал там, я, в общем, сохранил примерно ту же сетку координат, те же взгляды на вещи. Ну, а потом я всегда хотел и хочу быть прежде всего поэтом. Хочу писать стихи. Мне это трудно, я пишу очень мало, потому что для меня каждый раз это абсолютно каточная работа. Но, тем не менее, что-то там в жизни написал, что-то там в жизни люди прочитали и, может быть, ещё прочтут. Но это главное, чем я хотел бы, так сказать, остаться в памяти людей. И переводы, переводить стихи. Я литературовед. Это тоже ближе моему сердцу, чем публицистика. По-русски вышла толстая книга моих литературических статей, называется «Собеседники на Перу». Она вышла даже два раза. Одно издание маленькое, тут в Вильнюсе, а второе большое, включающее первое издание, в Москве, в НЛО, в так называемой чёрно-белой серии. Ну, НЛО, новое литературное обозрение, это, так сказать, лучшее, что сейчас в России в области литературоведения делается. Это вот по-английски столько выражения, язык, ну, не оккупанта, скажем, союзника, но, тем не менее, чужой язык, называется «cutting edge». То есть вот на острие, на острие того, что сейчас происходит в литературоведении, в культурологии. Этим занимается журнал НЛО и издательство НЛО. И вот эта чёрно-белая серия, довольно тоже почётное место, туда, там, как я тоже иногда в шутку говорю, там каждого дурака не напечатают. Ну, вот напечатались книгу литературных статей. Они очень такие, как бы сказать, замысловатые, сухие, с математикой иногда, с какими-то подсчётами. В духе Лотмана, в духе, пожалуй, Михаила Гаспарова, покойного. Даже, пожалуй, больше Гаспарова, чем Лотмана. Это не каждый прочтёт, это для, действительно, для филолога, но кто-то из них читает. Но это тоже ближе моей, ближе тому, чем я хочу заниматься, и чем я, в общем, занимаюсь. По-литовски тоже вышла только что книга литературных статей, но уже более популярных. Называется «Пробел в действительности». Это цитата из моего собственного стиха. Я написал такие стихи ещё в советское время, когда нам говорили, что литература и поэзия, в том числе, это отражение действительности. Так вот, я даже в стихах такая же строчка, в неотражение, это «Пробел в действительности». Некий остров в хаосе действительности, где мы наводим какой-то порядок. Порядок наводим хотя бы в языке. И поскольку это книга о литературе, о поэзии, в частности, но не только о поэзии, то вот так я её и назвал «Пробел в действительности». Вот, ну, потом люди, конечно, шутили. Вообще, по поводу названия моей книги, есть разные шутки. Например, вот «Собеседники на Перу» – это цитата из Тютчева. «Блажен, кто посетил все мир, в его минуты роковые, его призвали все благие, как собеседника на Перу». И вот, так сказать, писатели, о которых я пишу, это «Собеседники на Перу истории». Но мои друзья, в частности, Николай Всеволодович Катрилёв, замечательный русский литературец, с которым нас многое связывает, назвали эту книгу «Собутыльники на полу». Ну, действительно, с Николаем Всеволодовичем в юности у нас такое случалось. Так что он, в общем, не зря это придумал. Что же касается «Пробела в действительности», то тоже говорят, вот «Пробел». Ну, выпил слишком много, у тебя некий пробел в действительности. Вот такие шутки, очень непритязательные, даже пошловатые, наверное, но они есть по поводу этих названий, и заставляют меня думать, а правильно ли я выбрал название. Может быть, и неправильно, но что уже сделано, то уже сделано. Вот. Ну, в этой книге, но приходится вот иногда быть публицистом, потому что мир, к сожалению, сейчас, особенно в последнее время, устроен так, что порядочный человек должен на всё это как-то реагировать. И я реагирую как публицист, на разных языках, даже и сейчас. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. В Литве многим, по-видимому, не нравится, но это хороший знак для публициста. Если ты не нравишься, значит, всё правильно. Значит, ты говоришь, скорее всего, верные вещи. Если всем нравится, то плохо. Значит, это, в общем, никому не нужно, никому не интересно. Все и так это, так сказать, так думают. А вот надо выбивать из этих привычных колеи мышления, из этих привычных стереотипов. И это, конечно, не нравится людям, которые очень любят эти стереотипы, которые без них себе жизнь не представляют. Но если ты это делаешь, то значит, ты занимаешься делом. Ну, вот и получилась толстая довольно книга. То есть, она была в два раза толще. Слава Богу, издательство мне сообщило, что они не могут. Ну, это были бы уже два тома полного собрания сочинений, то, что я предложил издательству. И, конечно, получился один том, и даже меньше, чем один том. Ну, и слава Богу. То есть, статьи получились такие избранные. Какие-то из этих статей уже устарели, конечно, они анахроничны. Там, например, обсуждается в одной статье вопрос о том, надо ли Литве вступать в НАТО. Ну, вот с тех пор вступили, и как-то существуем НАТО. И, в общем, в конечном счете, думаю, что Литве это на пользу. Хотя тоже тут есть разные мнения, например, что НАТО уже бессильна, НАТО беспомощна, Литву оно не защитит, и защищать не собирается. Так некоторые считают. Это очень эмоционально, это может очень повысить политический рейтинг, такие мнения. Но я так не считаю. Я считаю, что, в принципе, в данной напряженной обстановке лучше, что мы член НАТО, чем если бы мы им не были. Хотя в статье я обсуждаю, а надо ли вступать в НАТО, это много лет назад. Правда, конечный выбор, что все-таки надо. Но больше для того, чтобы НАТО укоротило наши собственные дурацкие, так сказать, поползновения, чем для чего-нибудь другого. Вот. Ну, вот так вот. Я уже говорю долго, поэтому, наверное, надоел. Может быть, будут вопросы либо у моих коллег, либо у меня.